Я хочу сказать, что слово убивает, а слова, превращенные в пропаганду, убивают десятикратно. На Нюрнбергском процессе против фашистских преступников было обречено на повешение и на казнь два человека, которые никого лично не убили. Это был Розенберг и еще один фашист, которые занимались пропагандой. Они писали в своих газетах о том, что евреев нужно уничтожать, ромов нужно уничтожать, что есть настоящие люди и есть ненастоящие. Так вот, их казнили за то, что никого не убив, они призывали убивать миллионы людей. Пропаганда – это общеизвестно в мире, информационное оружие – это является поводом для развязывания войн. Читая мемуары Бориса Немцова, убитого с негласной подачей Путина, он писал о том, что у Бориса Ельцина на столе была ручка и лист бумаги. А вот у Владимира Путина у него не было ручки, у него был пульт от телевизора. Российская Федерация управляется последние 20 лет режимом Путина через тотальный контроль над медиа, который только-только начал прорываться последние годы через разного рода социальные медиа. Последователи Путина в Украине начали скупать, пользуясь неограниченным финансовым ресурсом, телеканалы, которые ранее принадлежали украинским собственникам, и координировать их работу. Тех, кого не хотели по ним показывать, тех ставили на них блог. Например, я когда-то высказался о владельце фактическом этого телеканале, так как ему не понравилось, и меня по этому телеканалу не показывали и не приглашали несколько месяцев. Я об этом знаю. А можно, пожалуйста, уточнение небольшое? Я об этом просто знаю. Мы очень часто звонили вам, чтобы получить комментарий, и вы отказывали. Я вас не перебиваю внимательно. Я хочу сказать следующее. Так вот, Россия ведет против нас уже седьмой год войну. В этой войне погибло более 14 тысяч украинских граждан, и женщин, и детей, и стариков. Эта война была развязана при тотальной поддержке российской пропаганды. После того, в 2014 году, благодаря разумным решениям украинской власти, были отключены российские телеканалы в Украине, стала необходимость инвестировать в создание сети вещания в нашей стране. За российские деньги покупались телеканалы в нашей стране. Через них велась пропаганда. Это решение было запоздалым. Я хочу сказать, что я, как народный депутат прошлого СССР, голосовал за то, чтобы принять постановление о запрете вещания про российские телеканалы в Украине. Министерство внутренних дел, команда Арсена Авакова поддерживает это решение. Я хочу сказать следующее. Слово убивает, и нужно сделать так, чтобы у нас были разные точки зрения, но чтобы они не руководились из столицы государства-агрессора, которая разведала против нас войну и привела к гибели десятков тысяч людей.